Здравствуйте! В эфире канал Россия 24, информационная программа событий недели. Отмечено, что компания планирует производить порядка 25 тысяч тонн продукции в год. Производственные объекты крупнейшего в России завода по переработке баранины Домотене имеют аналогов в России. Экскурсия по предприятию вызвала неподдельную заинтересованность у председателя правительства России Михаила Мишустина. Это мы сделали прям врачайское черное баранье. Это прям супер дорого и супер премиально. Здоровая конкуренция, используемая сельскохозяйственным холдингом, цена и похвально, отметил он. От начала заготовки для выхода готовой продукции проходит около 4 часов. Это на сегодняшний день один из самых быстрых вариантов работы таких комбинатов. По параметрам эффективности, скорости, то, что я сегодня увидел, вы совсем недавно вложили, все инвестиции были совсем, скажем так, свежие. Поэтому, мне кажется, по продукции учли очень много чего, в том числе того, что простимулируют сети закупать вашу продукцию. Так, Танас? Да. Да, все верно. Надеемся, что наш продукт будет близок к нашим потребителям. Тахир Сикетов 20 лет трудится на заводе по убою переработки баранины кавказмяса. Работать приходилось в разных направлениях. Сейчас, после модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины Дамате, особое внимание уделяют вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качества продукции. Впечатляет техническое оснащение и количество внедренных инновационных решений. Работа упростилась, но добавились операции по переработке мяса. Одним из приятных моментов – увеличение заработной платы, рассказывает Тахир Сикетов. Работал обвальщиком до этого, сейчас работаю распиловщиком. Здесь идет процесс распила, каре, на 4,8. После модернизации у нас вообще все, видите, поменялось. Добавились люди, стало больше коллектива. А сейчас на каждую линию идет своя операция. Предприятие было запущено в сентябре 2022 года. Его мощность – 25 тысяч тонн продукции в год. После выхода завода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час. Или 42 тонны продукции в смену. Дамате широко используют в своей деятельности информационные технологии и искусственный интеллект. Важной частью проекта реконструкции является установка усовершенствованных локальных очистных систем и организация переработки производственных отходов предприятия. Еще был поднят вопрос об импортозамещении. Нам стесняться не надо. Кажется, что это мелочь, а это не мелочь. От упаковки, от элементарных вещей, ножниц, еще чего-то, их более сложно. Но если что-то покупали, поскольку был свободный рынок, и можем сами создать, это, мне кажется, очень важное направление. Надо не стесняться искать поставщиков. Александр Александрович, обещайте искать поставщиков максимально российских, для того, чтобы упаковки до технологических линий у них уступали. Еще ввиду высокого потенциала овцеводства на всем Северном Кавказе прозвучала просьба о мерах поддержки фермерам или уже подкорректировать имеющиеся программы. Вот мы, собственно говоря, сегодня с Палпредом, с Валпредом, с Валпредом Чайкой, с вашим губернатором готовимся к большой правительственной комиссии, где будем рассматривать все вопросы, связанные с развитием Северного Кавказа. Ряд вопросов намечаем рассмотреть на ней и решить. Я слышу, по поводу всех остальных форм поддержки, в том числе пересмотрение нормативов по закупкам, тоже обязательно посоветуемся. Гостям представили образцы выпускаемых на заводе местных продуктов. Упаковка которых позволяет обеспечить их сохранность и привлекательность, товарный вид. Рассказали о планах по развитию завода. В этом году проведут дополнительные работы, повышающие эффективность производственного процесса. Выполняется монтаж дополнительного оборудования для увеличения и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Альбина Ламкова, Вести, Корчаева, Черкесия. Также Михаил Мишустин посетил фабрику шерсти общества с ограниченной ответственностью «Вулкам». Предприятие «Вулкам» стало первым в плотном графике посещения Карачаево-Черкесии главой российского правительства Михаилом Мишустиным. В сопровождении полпреда президента России ВСКФО Юрия Чайки и руководителя республики Рашида Тимрезова он понаблюдал за циклом производства, подготовкой и придением шерсти. Территория и нынешние возможности предприятия позволяют наладить более масштабное импортозамещение. Конечными потребителями мытой шерсти и гребенной ленты являются крупнейшие комвольные предприятия России. Михаилу Мишустину показали, какая продукция пользуется у потребителей наибольшим спросом. Это уже изделие. Пошли посмотрим. Самое интересное. Вы их тут чуть-чуть положите. Самое приятное. Это шерстная. Мощность предприятия позволяет переработать в год до 3000 тонн немытой шерсти. Произвести 900 тонн чисто шерстяной гребенной ленты. И это далеко не всё. Здесь уже планируют развивать полный цикл. Для чего потребуется создание цеха крошения пряжи. Мощность у него довольно хорошая. 1200 тонн в год можно произвести. И самое интересное, что она такая гибкая, сможет работать как синтетическую, так и натуральную волокну. Сейчас у нас 143 человека работает на предприятии. Мы планируем ещё больше расширять наше, естественно, запускать новое производство. Хотим расширять и персонал. И очень хотим и нуждаемся в специалистах, в кадровых специалистах, которые будут обучаться у нас. Получив от представителей Вулкама подробную информацию, Михаил Мишустин поделился своим видением расширения возможностей предприятия. В частности, речь может идти о сезонных потребностях в школьной форме и многом другом. Дорогие друзья, в первую очередь я хочу вас благодарить за интересную экскурсию. Процесс производства пряжи очень непростой, сложный, а трудоёмкий и технологически такой инновационный. Очень важно, что вы планируете развитие, вы собираетесь делать и покраску, собираетесь создавать новый цех. Фактически сегодня уже заложили и проектируете трикотажную фабрику по производству. Но что здесь очень важно? Карачаево-Черкесия по праву считается таким у нас длительным производством и пряжи, и занимается животноводством очень серьёзно, овцеводством. Руководитель кабинета министров пожелал реализовать все намеченные планы. При этом на государственном уровне будет оказана необходимая поддержка, о которой стороны договорились во время двухсторонней встречи. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития рассмотреть заявку предприятия «Вулкан» на модернизацию производства. Артур Мыхцелек-Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия. На этой неделе состоялось ещё одно важное для республики событие. РУСГИДРа ввело в эксплуатацию Красногорский «Малый ГЭС». На торжественную церемонию открытия приехали высокие гости из Москвы. Инвестиционный проект реализован в рамках государственной программы по развитию возобновляемой энергетики. Две «Малые ГЭС», использующие одну плотину протяжённостью 148 и высотой 31 метр, расположены на реке Кубань, ниже действующей зеленчугской ГЭС ГЭС. Мощность каждой из них составляет около 30 мегаватт. Среднегодовая выработка экологически чистой возобновляемой электроэнергии – 85 миллионов киловатт-часов. Работа ГЭС позволит экономить около 50 тысяч тонн угля, предотвратив выброс в атмосферу порядка 160 тысяч тонн углекислого газа ежегодно. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семреза в преддверии майских праздников провёл очередное заседание антитеррористической комиссии в республике. Так, в первой декаде мая в республике состоятся мероприятия, посвящённые Дню Победы, празднику Весны и Труда, 66-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину. На заседание приняли комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики в период проведения майских мероприятий. Кроме того, были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости объектов транспортного комплекса республики, а также культовых сооружений. На этой неделе мэр Черкеска Алексей Баскаев отчитался о том, каким направлением развития региональной столицы будет уделено внимание в этом году, а также рассказал о планах на ближайшую перспективу. Присутствовавший на мероприятии глава республики Рашид Семрезов дал городоначальнику ряд поручений. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Ежегодный отчёт руководителя муниципального образования – это не только наиболее полная информация о том, что было выполнено в региональной столице за определенный период. Это и рассказ о том, какие преобразования ожидают город в ближайшее время. Мэр Черкеска Алексей Баскаев сообщил, что, пожалуй, главным событием 2022-го стали торжества в честь столетия Корчаев-Черкесии. Юбилею было посвящено подавляющее большинство мероприятий и открытие социально значимых объектов. А ведь всё это выполнялось, несмотря на вполне понятные трудности, с которыми страна сталкивается в последние годы. Градоначальник рассказал о наиболее значимых реализованных в черкеске проектах. Это открытие главной спортивной арены Республики футбольного стадиона «Нарт», центра молодёжного инновационного творчества, соборной мечети – одной из крупнейших на Северном Кавказе. Нельзя забывать о продолжении благоустройства дворовых территорий, ремонте автомобильных дорог, создании комфортных условий для отдыха населения в различных микрорайонах города. При этом бюджетом должно быть предусмотрено выполнение всех поставленных задач. «Объём поступлений в городской бюджет составил 4 млрд 986 млн рублей. Это стоит 0,2% от прогнозирующихся поступлений. Объём собственных средств доходов бюджета в черкесе в прошлом году вырос более чем на 9% или на 112,5 млн рублей. Безусловные поступления увеличились на 6,3% и 194,5 млн рублей». Уделил внимание градоначальник и планам по дальнейшему развитию Черкеска. В 2025 году город отметит 200-летний юбилей. Масштабная подготовка к столь значимому событию предусматривает создание организационного комитета. Указ о его учреждении подписал глава республики Рашид Темрезов. При этом планы вовсе не будут ограничены исключительно торжествами. По словам руководителя региона, данное событие – хорошая возможность сделать Черкесск еще краше благоустроений. «Исключительно развитие руководителей, что будут столько, что 2-3, ну, по всему, конечно, будет поддерживать ремонт инженерных инфраструктурных, средств, ремонт, инфраструктурных проектах. Но самое главное, мы должны с вами задумать в планах развития не только северного микрорайона Черкеска, о чем последнее время говорилось немало, но и южной части города. Внимание будет уделено возведению спортивных, культурных учреждений, объектов здравоохранения и многого другого. То есть появится все то, без чего невозможно представить создание удобств для населения». Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Знать, чтобы помнить, на этой неделе прошел традиционный диктант победы. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне мог каждый желающий житель России, а также гражданин другой страны. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов тоже принял участие. Одной из площадок для написания диктанта стал Центр военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска «Авангард». Перед началом акции воспитанники Центра. Юно-армейцы и ребята из поискового отряда «Подвиг» приняли участие в торжественной церемонии. Альбина Ламкова продолжит. «Ты живи, моя Россия!» Слова в песне ярко выражают и описывают историю нашей страны. Исполняли ее совсем юные девчонки. Но пели осознанно. Чувствовалась гордость за Родину всех участников торжественной церемонии. Каждый год патриотическая акция «Диктант Победы» приобретает больше эмоций, мотивируя всех его участников на более глубокое изучение богатой многовековой истории России. «Это важное событие в моей жизни. Сейчас я буду писать первый раз диктант Победы, но и не последний раз. Я считаю, нужно историю знать всей молодежи». «Диктант Победы» объединяет людей разного возраста, разных профессий. Людей, для которых образ Великой Победы остается высоким нравственным ориентиром. Министр образования и науки Инна Кравченко каждый год принимает участие в акции и считает значимым событием. В этом году проходит в пятый раз и в необычных условиях. 50 площадок республики открыли свои двери для всех желающих написать диктант и почувствовать особую атмосферу патриотизма. А торжественная церемония только зарядила всех ее участников. «Хочу сказать, что непростая ситуация сегодня. И молодое поколение чувствует эту ситуацию, сопереживают, пишут письма солдатам, чтобы поддержать их. Мы сопоставляем, аналогию проводим тех военных действий, которые были 78 лет назад. И то, что сегодня происходит. Мы больше убеждаемся в том, что молодое поколение должно знать свою историю. И диктант победы позволит нам проверить как раз эти знания». На мероприятии было отмечено, что с каждым годом все больше жителей нашей республики желают принять участие в акции. «Значимость данного мероприятия в первую очередь в том, чтобы показать, что есть такие, как вы, защитники, которые сегодня должны отстоять это право на эту победу. И пока есть такие молодые ребята, как вы, у нашего народа точно есть будущее». Официальная часть завершилась. И напутственные слова получены. Всех участников акции пригласили на регистрацию. Затем провели небольшой инструктаж. После все приступили к выполнению заданий. Им предстояло в течение 45 минут ответить на 25 вопросов. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаева, Черкесия. Я знаю, этому саду цвести. Новая березовая роща запустила свои молодые корни в благодатную почву Корчева-Черкесии. Посадкой белоствольных красавиц. Участники патриотической акции «Сад памяти» в очередной раз увековечили память погибших в Великой Отечественной войне. Фатима Даурова присоединилась к историческому событию. Площадку под будущую березовую рощу сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики за несколько дней до посадки подготовили основательно. Место выбрали не случайное. Оно расположилось в Усть-Джигутинском районе при въезде в аул «Новая Джигута». В первую очередь характеристически мы подбираем почву, чтобы то, что мы посадили, чтобы труд не зря, вот стольких людей, главное почву подбирали. И чтобы все равно погода непредсказуема. Пытались, чтобы заезд был нормальный, и чтобы именно эта порода, саженца, чтобы принялась туда и выросла, чтобы потом нас радовали. Участников акции приветствовала замминистра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Валентина Лешова. Она выразила слова благодарности за проявленное неравнодушие и активность. С каждым годом количество желающих принять участие в патриотической акции становится больше. В этом году к студентам кафедры лесное дело присоединились их малые собратья – активисты движения школьных лесничеств. Это было такое долгожданное для них, когда нас сюда позовут. Поэтому дети наши очень… То, что в школьном лесничестве, у нас есть неурочная деятельность, именно школьное лесничество. И мы с Бескетским лесокомбинатом все это с лесхозом. Все это проделываем с детьми. Я думаю, это будет очень продуктивная работа, потому что мы не будем начинать с нуля. Эти ребята уже готовы. И они, думаю, будут поступать к нам. И мы их вырастим из них первоклассных специалистов. И, конечно же, как Диана Салхова всегда подчеркивает, и мы это понимаем, мы будем восполнять вот этот дефицит, сильнейший дефицит кадров в лесной отрасли и вообще в целом в Министерстве природных ресурсов, потому что он имеет место быть. Студенты Аграрного института очень активно участвуют в таких акциях. И это их инициатива. И очень мы рады, старшее поколение, что они патриоты своей страны, помнят историю. И сегодня участвуют в таких акциях, экологических, исторических акциях России. Чтобы растение в дальнейшем приносило радость, лицезрение его красотой и стройностью, важно внимательно отнестись к процедуре посадки. Существует некоторое правило, которых необходимо придерживаться. Учитывается внешний вид и отсутствие признаков болезней. Что касается размера, то лучше всего приживаются и легче адаптируются саженцы не более одного метра ростом. Сейчас на площади в 50 соток высаживают 500 саженцев белоствольной березки. Через некоторое время их развесистые ветви будут отдавать тень в полуденный зной. Каждое дерево – это память о чьей-то жизни и героическом подвиге. Более 200 участников акции сегодня разом приобщились к благородному делу. В этом году она стартовала в начале апреля и включает в себя посадку более 17 тысяч саженцев. В том числе более полутора тысяч плодовых деревьев, которые раздали семям во всех районах и городах республики. Я очень рад, что наши сотрудники приняли участие в таком масштабной акции «Сад памяти». Каждое дерево будет посажено в честь героев Великой Отечественной войны. Сам я, конечно, первый раз участвую в таком масштабном мероприятии. И вот буду думать, что и в дальнейшем будем помогать также. С трассы теперь будет открываться красивый вид на ряды грациозных красавиц. Символ березы имеет особое значение для России. Только у нас ее образ раскрывается полностью, красочно и чувственно. Она одухотворяется и становится частью страны. Точно как эта березовая роща, станет символом памяти о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Фатима Дорова, Олег Молхожий, Вести Карачаева, Черкесия. На финишную прямую вышло строительство уникального для нашего региона спортивного сооружения. Первый и пока еще единственный в Карачаево-Черкесии – Ледовый дворец. По проектному плану должен открыть свои двери до конца текущего года. О том, что уже сделано и над чем еще продолжают работать строители, узнал Ахмат Халкевич. Строительство Ледового дворца в Карачаевске было начато чуть меньше года назад, летом 2022 года. Но за столь короткий срок проделан весьма внушительный объем работ. Сейчас полностью собран каркас сооружений, также практически завершен и монтаж непосредственно самого Ледового поля. Теперь строители приступили к возведению стен и перегородок будущего спортивного комплекса. Сооружение собой представляет универсальный комплекс, рассчитанный как для тренировок различных секций, так и проведения масштабных соревнований по всем видам ледового спорта. Размеры только самого Ледового поля будут составлять 60 метров в длину и 30 в ширину. Жители населения города давно ждали этот объект, где техники наши будут заниматься спортом, развлекательным видом спорта. И надеемся и на результаты, конечно. Сам комплекс, площадка Ледовая площадка, она универсальная. Любые виды спорта зимнего характера могут применяться в данном спортзале. Как говорят представители подрядной организации, Ледовый дворец в Карачаевске по плану должен открыть свои двери до конца текущего года. Ахмад Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok